Это наш первый фильм. Естественно, мы все волнуемся. Первый такой вот опыт. Главная цель, которую мы преследовали, это не просто заработать много денег, хотя это тоже была одна из целей. Главной цель нам хотелось снять по-настоящему что-то смешное, что-то наше родное, казахстанское, чтобы ни с кем нас не путали. Я думаю, что, не знаю, насколько это получилось смешно и интересно, это судить вам, зрителям, но то, что это наше отечественное, мы это, я думаю, сделали так. Эта история могла случиться с любой алматинской девушкой, но произошла она именно почему-то со мной. Однажды я, юная и беззаботная девушка, которая всегда мечтала жить в Дубае на Джумейра-Бич, попала в чемкенский плен в поселок Жугиры. Нам было безумно интересно снимать это кино, создавать его, потому что мы его делали с нуля, абсолютно сами, без чьей-либо поддержки. Я думаю, что это было правильно, потому что самое ценное, что мы получили от этих съемок, это, конечно же, как бы банально это ни звучало, это был опыт. Потому что только пройдя от точки АТО, от точки БТО, мы самим, мы все узнали, как что-то там, как вообще лучше проводить подготовительный период, как сами все-таки весь пост-продакшен и так далее. И рекламу фильма мы не привлекали даже никаких рекламных агентств, не пользовались чьей-либо еще, потому что, как бы, ну, у нас не было денег на это дело, вот. Ну, а во-вторых, мы считали, что мы сами можем с этим справиться. Пожалуйста, если кто-то нашел эту видеозапись, передайте ее моим родителям. Меня обманным путем привезли в этот дурацкий аун Жигиры. Сын Шейха по имени Джонни оказался колхозником-пастухом Джонни Бехом. Я обретел изначально какую-то стилисику, и эти стилисики придерживал весь Ленин, несмотря на то, что там Мертас мне говорил. Как продюсер подходил и говорит, нету, он, вы мать его. Нельзя его. По-моему, он Аширок. Аширок. Я подходил к Мертасу и Шейху и доказал, что это надо. Ну, и потом Мертасу и Шейху и Шейху не разрушал. А стилистика фильма, ну, вы сами посмотрите, я думаю, кто-то пойдет, кто-то просит мне обратить внимание. Я думаю, все поймут. Что я только не делала, чтобы сбежать оттуда. Но все было напрасно. Иди, корова, дается быстро. Чикагабул, слышишь? Ну, что, едет вкуснее, ма? Фак ю. Фак ю. Фак ю, кукушка. Фак ю. Фак ю. Бюджет фильма, мы, если честно, мы не считали, да, мы, наверное, единственные философии, которые не считали, потому что, я думаю, о том, что ты считать будешь, расходы не уменьшатся. А если ты будешь считать, то настроение не испортится, да. Мы решили не портить себе настроение, но приблизительно, мы можем сказать, что мы не потратили больше 300 тысяч долларов американских. Так я стала самой настоящей келинкой. Ой, ну, нормально гадан был мать. В этом ауле я встретила своих новых друзей. Мы же этим фильмом показали, что это обычная, простая комедия, и почему бы нам... Мы не высмеиваем какие-то вещи, мы о чем-то шутим, да, о чем-то мы смеемся, но не над чем-то, да. Не было у нас никогда мысли, чтобы над чем-то поиздеваться, да, высмеять и так далее. Нет, мы сделали народное, смешное, доброе, непошлое кино, так, чтобы люди могли прийти с семьей, да, и не надо было детям закрывать глаза или уши, а вместе посмотреть, посмеяться, я думаю, что такое кино, оно нам нужно сегодня. Галюшпин, болмайд. Эй, братан, мой жена здесь, администраторы. Пзди, галюшпин, трюль, болмайд. Так получилось, что именно там... Хотя зачем рассказывать? Смотрите сами всю правдивую историю Келинки Сабины в кинотеатрах. Все, хороши, приговариваю вас к долгой, счастливой семейной жизни. Бакт Вогнер.